Сукралоза – один из лучших на сегодняшний день подсластителей по большинству параметров. Он похож на сахар, термостабилен и очень сладок. И с ним же история стандартная – проверки на безопасность, скандалы, проверки, скандалы. В 1991 году впервые сукралозу всё-таки разрешили в Канаде, и в 1966 году в США, и в 2004 году в Евросоюзе. 20-30 лет на проверку. И это совсем немного в сравнении с другими подсластителями. Вся фишка в том, что сукралоза сделана из сахара, и говорят, что она поэтому на вкус как сахар. И это правда. Сукралозу получают путём хлорирования сахароза и замещают гидроксильные группы на атомы хлора. Такая модификация очень сильно изменяет свойства молекулы. Она становится в 600 раз слаще, при этом сохраняет вкус и отсутствие каких-либо привкусов. Сукралоза не разрушается при высоких температурах, её можно использовать в выпечке. И да, в составе есть опасный, вредный хлор, как в обычной соли, например. Но это ведь не важно, само наличие хлора уже пугает. Да и ладно, соляная кислота в вашем желудке также не менее опасна. Там же хлор. Коэффициент сладости у сукралоза 600. Это значит, что 1 кг сукралозы ещё в 3 раза слаще аспартама, но дороже в 10 раз. И, соответственно, можно заменить 600 кг сахара 1 кг сукралозы. Это дорогой подсластитель, поэтому его редко используют в напитках и продуктах питания. Но он обладает самым хорошим вкусом, не имеет послевкусия и может быть использован даже в выпечке. Сукралоза не токсична, не канцерогенна. И на сегодняшний день нет ни одного нормального доказательства того, что у сукралозы есть какое-либо вредное действие на организм. Ни в лабораторных животных, ни на людях. Друзья, вы на втором канале СМТ «Научный подход. Материалы». Тут мы публикуем выжимки из выпусков и новые материалы, в том числе переводы зарубежных роликов, которые вы не найдёте на основном канале. Все ссылки на паблик, сайт и прочие ресурсы есть в описании к видео на YouTube. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И не забудьте нажать на колокольчик.